Слава тебе, Боже! Господи, Боже, помоги нам немощным. Аминь. А ты чем здесь занимаешься? Царю небесному прошение хочу послать, чтобы еще одну зиму пережить. А то, братья, и тяжело-то в мерноземье могилу долбить. Слава Богу, шутить начал. А то, я думал, ты того. Хе-хе-хе. 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 Видишь? Поплыл. Поплыл. Угу. Помолись за меня, отец Анатолий. Это тебе в пору за меня молиться. У меня грехов-то втрое больше твоего. Чего ты такое говоришь-то? Да ведь ты меня не любишь, отец его. Филарет тот любит. А ты ради него стараешься. А за что тебя любить-то? Ты мимо моей Келли без шуток не ходишь, то ручку намажешь, то всякую дрянь подбрасываешь. Или, может быть, ты думаешь, я без твоих намеков о грехах своих не знаю, а? Ладно. Забудем, брат. Прости ты меня грешного. Прости. Ой, ты даже помереть-то по-человечески и то не можешь. Может, все-таки гроб закажем, а? В ящике, батюшка, в ящике. Завещание мое такое. Аминь. Вот что ты за человек, а? Ты даже помереть без укрутасов не можешь. Все люди, как родим, в гробах лежат. Даже почтенных Охтинских старцев и тех гробах хоронили. А этот, ты посмотри, дайте ему ящик с канатами, а? Нет, ты понимаешь, что это гордыня, отец Анатолий? Гордыня это, пойми. Гордыня, понимаешь? Гордыня! Гордыня. Гордыня. Но ты ж меня любишь. Отец его. Правда? Любишь? Я тебя терпеть не могу, старый хрыч. А ты вот меня спрашиваешь, за что Кая Навеля убил. А я тебе скажу, я ведь тоже хотел, как ты, людям помогать. Да не принимает моих жертв Господь. Да что я спрашиваю? Погоди. Когда умру? Плакать будешь? Мне бы со старцем Анатолием поговорить. Нашла с кем разговаривать. Радио лучше слушай, и то толку больше будет. Погоди. 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 Что, горе что ли такое? Горе. Такое горе уж, такое горе. Ну ладно, не реви. Пойду спрошу. Может, соблаговолит. Хотя, сегодня что-то не в духе он. Погоди. Вы спросите. А я от Огони останусь. Бери еду. Чтобы я этого больше не видел. Извините. Звук. Звук у него зубы. Возьми кdah. Звук. Тихо. Звук. 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 Ну что, за благословением на убийство приехала? Вот тебе они благословения! Пожалуйста, батюшка, миленький, спросите. Был благословение на аборт у старца. В ад собралась и меня с собой затащить хочешь? Я знаю, я знаю. Ежели я его рожу, меня никто замуж не возьмет. Кому я с дитем-то нужна? А тебя и так никто не возьмет. Вон, на роду написано. Здесь ребеночек будет, утешение. Всю жизнь себя проклинать будешь, что дитя-то невинное убило. А вы-то откуда знаете? Вы же не старец. А может, я сам-то человека убил. Ну ладно, вставай с колен. На коленях Богу молиться надо. Чего передо мной-то стоять? Мальчик-то будет. Золотой. А ну-ка, вставай с моего острова. А ну-ка, вставай с моего острова. А ну-ка. Сильно любил его. Так я и сейчас его люблю. Мы прожили-то всего с ним полгодочка. А потом его забрали. И вот уж я, как и есть, тридцать лет подобаю. Ну ладно. Ради такой любви не грех и попросить. Пойду к отцу Анатолию, попробую. Человек он хоть и не святой, а начитанный. Может, какой-нибудь совет дельный даст. Пойду ка сюда. Я с ним пока разговаривать-то буду. Дверь открою. А ты вот здесь встань и все услышишь. Только тихо стой. Как звать-то его? Михаил. Как? Михаил! Батюшка, отец Анатолий. Вдова тут пришла. Просит помолиться за упокой убиенного воина Михаила. Нечего. Поживым-то за упокойную службу заказывать. Как же? Она, говорит он, в сорок четвертом, голову свою сложил на поле брани. Ничего он не сложил. В плен он попал. Во Франции. После победы на поселение устал. Сейчас вот болеет. Хочет повидать жену свою первую, любимую, перед смертью. Ну, нечего. Нечего тут. Иди. Ну, все слышала? По живым, говорит, за упокойную не служим. Жив твой муж. Сейчас болеет. Во Францию тебе надо ехать. Болящего перед смертью утешить. И своей рукой глаза ему закрыть. Ну, что смотришь? Исполняй. Слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже. Господи. Помоги Ванечке. Бедного. Исцели ножку ему. Господи. Всемогущий Господи. Помоги нам немощно. Слава тебе, Боже. Верую, Господи. Помоги. Ну вот, Ванюша. Теперь все будет хорошо. А теперь давай попробуй-ка сам. Давай. Это ножка ему не взял. Ничего, ничего. Не волнуйся. Сам, сам попробуй. Осторожно. Ну, погоди. 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 Теперь ты сам пошел. Молодец. Ванюша, а вот костылики теперь тебе больше не понадобятся. Да. Ты про них забудь. Иди ко мне сюда. Иди ко мне сюда. Иди ко мне, солнышко. Ты мой мальчик. Ты мой золотой. Ну, так. Мы пойдем. Спасибо. Куда пойдем. Вам надо в монастыре остаться, переночевать. Потому что мы завтра с отцом Филаретом, мальчика твоего, в храме причастим. Хромать больше не будет никогда. Я не могу остаться. Мне на работу надо. Да что я тут с вами в игры играю? У меня билет на поезд. И тебе что же? Сын родной дороже? Да. Или работа? Мне на работу тоже надо. Мальчик, уйди. Уйди ты за глаз моих. Уйди, уйди. Уйди. У меня... Бой бог. Господь, не остави меня, Бог. Боже, не остави меня, Бог. Бой бог. Из людей степнится цветов, мой господи. Господи мой, Боже, не остави мне грешку. Господи, помилуй, Господи. Помилуй меня, Боже, повелиться в милости Твоей и помножить в щенок Твоего, чистя беззакония. Да и почувствуй меня от беззакония, греха моего, чистя. Так и беззакония, я знаю, грехов, потому что я с Тимой. Тебе едино, моя грешка глуха, в этом Тобое сознательное время. Я, когда пройдешься возле всех, кто... И паче снега убелился, слуху моему до сей радости и усели. Возрадуется Костя Смирен, вот ротилица Твоя от грех моих. Вся беззакония моя, очисти, сердце чисто, Созишь ты во мне, Боже, и дух прав, обнови в утробе моей. И не отвержи меня от лица Твоего. Духа Твоего, Святаго, не отымет меня. Духа Твоего, Святаго, не отымет меня. А вот здесь. Здесь? На угле? Да, да, на угле прям, на угле. Хочешь, рядом ложись. Да? Рядом? Рядом. А вот и хорошо. Будем вместе спасаться, вналиться. Ой, не мыслим предаваться о Боге. Ой, и вечной жизни. Только ты учти, я, сосед-то беспокойный, меня кашель бьёт. А по ночам, прям посреди ночи, так вдруг петь захочется, хоть криком кричи. Ничего, это тебе. Ну, что смотришь? Страшен я. Такое и есть. А я ведь, брат, на тебя и не сержусь. Я, брат, тебе, наоборот, благодарен. Да, благодарен, что избавил ты меня от всего лишнего наносного. А я ведь и правда привязан был и к этим сапогам, и одеялу, а ты меня от них избавил. Спасибо тебе. А главное, показал ты мне, что веры во мне мало. Я ведь по-настоящему испугался. Ой, уморит он меня в своей кочегарке. Ой, уморит. Смерти испугался маловерный. Не готов, значит, я к встрече с Господом нашим. Испугался беспокоения перед смертью остаться. Добродетели во мне мало, а грехов много. Добродетели? А мои-то добродетели смердят перед Господом. Воняют прямо. Чувствую, как воняют. Испугался. Ну, это и чувствуй. А через этого и спасёшься. Одно не пойму. За что мне всё это? Почему именно через меня Господь наставляет? Вроде за мои грехи удавить меня мало. А меня тут чуть не святым сделали. А какой я святой? Мира нет в душе. Мира нет в душе. А я учу вас, видите? Хлоп-дам в душе. А это даже. Вдох-дам в душе. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Настя, что с тобой? Ну что с тобой? Все развлекаешься, отец Анатолий. Говорят, не помирать собрался, проказник. Доложили уже. Жаль мне терять тебя. Я вот о чем подумал. Хочу постричь тебя в схему. Это что ж? Жил земной жизнью. Живот свой от правосудия спасал. А теперь от всего отречься? Нет, отец, даже не думай. И слышать не хочу. Ну вот о чем это ты? О чем? Грехи, грехи жгут. Жгут, прям всю душу сожгли. Ну опять непонятками говоришь, брат. А нет того греха, который Господь не мог бы простить, потому что нет для него ничего невозможного. Ну хватит уже. Папа мой. Папа мой. А как звать? Тихон Петрович, Настя. Да не тебя. Отца твоего как звать? Тихон Петрович. А он у меня адмирал. Адмирал? Да. Это хорошо, что адмирал. Иди, иди, погуляйте. Простите, она у меня больная. А сам мне что? Он поворачил? Позвать кого? Да нет. Это у меня в душе ангелы поют. Извините. Она у меня не в себе. Я ее и врачам показывал, и в Москву возил. Ничего не помогает. Говорят, у вас здесь, в монастыре, старец есть. А если он не поможет, я не знаю, что ей делать. Давно это с ней? С тех пор, как муж ее погиб. Четыре года, шесть месяцев. Барится в море подводником. Скажите, старец этот ваш, он сумасшедших лечит? Она не сумасшедшая. А что с ней? Бесновато. Бес в ней сидит и мучает. Это уж совсем как-то дико звучит. Извините. А вы откуда знаете? Я с ним лично знаком. С кем? С бешим этим. Настя! Дочка, ты где? Настя. Настя. Идем, идем отсюда. Идем, идем, идем. Соколи. 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 Настя! Стой! Куда? Тащь-то! Тащь-то! Нет! Нет! Ну, вылезай, приехали. Нет. А я не пойду с вами. Ну, надо. Надо, милая. Да нет, ну что вы, я устала. Вы идите, а я тут посижу. Нет, я не пойду с вами. Какой вы гадкий человек. И остров ваш гадкий. Да я не пойду с вами. Надо. Нет, я не пойду. Надо, да не бойся. Нет, я не пойду с вами. Я не хочу. Ты чего делаешь? Нет, я не хочу. Нет. 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 Нет, я не хочу. Нет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, да будет на все святая воля Твоя. Субтитры создавал DimaTorzok Иисусе Христе, Сыне Божий, да будет на все святые воля Твоя. Аминь. 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 Если надо исповедовать и причастить, тогда все будет хорошо. Вы сами-то исповедоваться не желаете. Что-то я вас не понимаю, извините. Идем, сейчас все объясню. Тетев, помоги. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну вот, хорошо. А теперь поди, скажи отцу, Филарету, что раб Божий Анатолий приставился. Да как же это? Отец Анатолий, а умирать-то не страшно? Умирать? Умирать не страшно. Страшно будет пред Богом стоять. Грехи давят. А мне как же жить? Все грешники. Живи, как живешь. Только греха большого не сделай. Ну, ладно. Поговорили и хватит. Иди. Иди, милый, иди. Иди с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Аминь.